Мгновенные международные денежные переводы. Быстрый и удобный способ получить или отправить свои деньги. В Беларуси эту услугу оказывают 18 международных платежных систем. По одной или несколько в каждом банке. Но у этих отправлений, в отличие от внутренних, по стране есть свои особенности. Тонкости перевода. Узнаем о них в банке. К чему мне быть готовым, отправляя деньги за границу? Некоторые банки устанавливают лимит суммы на перевод. Например, до 1000 евро. Есть банки, у которых нет лимита на прием денег. Однако, если отправляете сумму более 200 базовых величин, банку необходимо предоставить декларацию из налогового органа. Это в ситуации отправителя. А если я получаю деньги, есть какие-то ограничения? Может быть, налоги? Есть. Не облагаются налогом переводы, полученные от близких родственников, в размере до 500 базовых величин. Алименты, страховые выплаты, компенсации, премии и наследство. Все остальные суммы из-за рубежа закон рассматривает как иностранную безвозмездную помощь. Правила получения иностранной безвозмездной помощи утверждены декретом президента и специальной инструкцией. Информация об этом есть в каждом банке. Назову основные ее положения. Получить иностранную безвозмездную помощь вы можете на расходы согласно утвержденному списку. Это могут быть расходы на приобретение товаров и услуг, медицинские или образовательные программы. Вы можете поддержать своих родителей или обеспечить детей. А также на эти деньги заниматься научной и исследовательской работой. На какие цели нельзя получить деньги из-за границы, оговаривает другой список. Получатель иностранной безвозмездной помощи должен ее задекларировать и уплатить налог. 14% от суммы. Если сумма больше 500 базовых величин, в банке нужно будет открыть благотворительный счет. Итак, с основным разбрались, остались детали. Скажите, может ли моя жена получить перевод, предназначенный мне, по моему паспорту? Нет, это невозможно. Для получения перевода за другого человека нужна юридически оформленная доверенность. Или такая ситуация? Человек просто не забрал деньги, присланные ему банковским переводом. Кому достанутся эти средства? Конечно же, отправителю. Невостребованный перевод можно отменить в любое время. То есть, если даже отправитель просто передумал, а получатель еще не забрал перевод. Итак, тонкости и условия международных денежных переводов, стоимость, география, услуги зависит от выбранной вами системы международных переводов и банка, в котором вы отправляете и получаете денежный перевод.